Спасибо большое. Был вопрос насчёт среднего коридора, и мы начали работать над средним коридором давно, до начала этого проекта, и в середине 90-х годов мы начали работать над этим, изучали шёлковый путь и так далее. Для начала мы инвестировали в свой собственный потенциал в регионе, и затем мы поддерживали отношения с нашими соседями, чтобы создавать связи. Есть разные компоненты данного коридора. У нас есть железный коридор, может быть, вы об этом слышали. Этот коридор связывает Азербайджан, Грузию и Турцию, и на данный момент Азербайджан начал наращивать потенциал грузинского сегмента. И мы также договорились с нашими турецкими партнёрами, чтобы продвинуть этот проект в Нахчевань, и таким образом у нас будет региональная связь. И помимо этого мы хотим увеличивать объёмы перевозок в Каспийском море и в других частях нашего региона. Я также могу поделиться с вами статистикой. С 2018 года мы видим увеличение размером в 20% объёмов перевозок в регионе. И это не конец, потому что мы постоянно продолжаем инвестировать в порк Аллат-Баку, чтобы увеличить объёмы перевозок. Вы видите, что сейчас у нас нет северного коридора по известным причинам, и определённые блокады существуют, паралич, можно так сказать. Но нужно перевозить товары из Китая в Европу. Это нужно обязательно делать, и Кавказ находится в середине между Китаем и Евросоюзом. И вы знаете, что объём очень большой, более чем 700 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что Южный Кавказ может создать такие связи. И мы в Азербайджане очень заинтересованы в наращивании потенциала. Вы ещё задавали вопрос про критически важную инфраструктуру. Она действительно очень важна. И мы создали совместный консорциум с Узбекистаном, Грузией и некоторыми другими странами, с Казахстаном в том числе. И мы думаем о более лёгком подходе, о том, как мы должны работать с нашими грузами. Чтобы не создавать преграды, нам нужно единое окно, и, конечно, нам нужна цифровизация в нашем среднем коридоре. Основываясь на этих принципах, я думаю, что мы можем увеличивать объёмы перевозок и делать их более простыми. Я думаю, что критически важную инфраструктуру могут использовать с плохими намерениями. Поэтому нам обязательно нужно защищать критически важную инфраструктуру, как вы и сказали. И, конечно, нужно также рассмотреть проекты, которые касаются добычи газа и нефти. С азербайджанской стороны, что мы делаем? Мы пытаемся достигнуть турецкого рынка, и у нас хорошее отношение с Турцией. Мы занимаемся аутсорсингом. Нам нужен многосторонний подход, и со своей независимостью в Азербайджане мы смогли построить такой подход и такие множественные связи, особенно с Турцией. И мы очень активно работаем над другими точками доступа. У нас есть возможность связать Атлантический океан с Индийским океаном. Например, я думаю, что это нужно продолжать разрабатывать и, конечно, поддерживать средний коридор. Вы задавали вопрос об изоляции и маргинализации. Я тоже очень сожалею, что Нахчевань изолирована на протяжении последних 30 лет, и у нас нет достаточной связи, и без турецкой поддержки мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому нам нужен очень простой доступ в Нахчевань. И мой коллега здесь сидит рядом со мной. Мы много дней обсуждали это с Евросоюзом. Есть много разных моделей для того, чтобы упростить связи. Мы не обязательно должны скопировать какую-то модель и вставить ее на Южный Кавказ. Можно объединить несколько моделей. Главное, что мы должны помочь людям самым простым образом передвигаться. Людям и грузам, конечно, между этими частями региона. И в 2020 году мы видели, что была публикация Армении касательно этого вопроса, доступа Азербайджану в Нахчевань. Я думаю, что Армения тоже может пользоваться этими возможностями. Я очень жалею, что последние 30 лет прошу...